Приветствую, братья и сестры! Перед тем, как у всех у нас будет уникальная возможность все вместе помолиться, я предлагаю прочитать одно место, которое записано в 1 книге Царств, 12 глава, 23 стих. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». В моей жизни был такой случай, когда мы еще были молоды, в молодости нашей. Одна сестра, она уезжала в поездку с небольшой группой молодежи в Белоруссию для того, чтобы иметь работу с детскими лагерями, с детьми-сиротами. И вот я помню, когда она уезжала, она пришла на наше молодежное общение и попросила очень горячо, чтобы мы все за нее молились. Так как это была первая поездка в ее жизни, она не знала, что ее ожидает, какие трудности, переживания, она очень сильно нас всех просила. Ну, как и все, я так же сидел, качал головой, давал такой утвердительный знак, обязательно буду тебе молиться. Но вот прошло время, две недели, когда она вернулась, она стала рассказывать своими переживаниями, своими трудностями, как им было тяжело с этими детьми-сиротами. Возраст был намного старше, чем они ожидали. И когда она благодарила всю нашу молодежь, которая молилась за нее, я сидел, наверное, покраснел, потому что я забыл молиться о ней. Знаете, это был ужасный урок в жизни, когда Господь показал мне, насколько я был нетверг в своем обещании. Вот мы прочитали слова Самуила, он говорит, что я не допущу себе греха. То есть Самуил говорил, что если он перестанет молиться о народе израильском, это будет грех ему. Знаете, я думаю, всем нам известно жизнь этого удивительного пророка Божьего, Самуила. Он действительно любил свой народ израильский. Он любил своего царя, которого избрал народ. Но вот в его памяти еще были свежи слова, которые сказал Бог. «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Знаете, я не знаю, насколько на тот момент народ израильский, который слышал эти слова, они поняли, о чем говорил Самуил. Насколько они могли услышать вот эту боль или переживание этого пророка о том, что он не перестанет молиться о них. Я не знаю, насколько это было важно для народа. Возможно, они уже были довольно-таки рады, что они стали подобны тем народам, которые окружали их. Наверное, они уже радовались о том, что наконец-то у них есть царь, и он не отличается ничем от тех царей, которые окружают их рядом. Но в словах Самуила звучала тревога. Что-то тревожило Самуила, он говорил, что я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться о вас. Знаете, я думаю, у каждого из нас в жизни были моменты, когда кто-то подходил к вам и говорил, я буду молиться о тебе. Где-то в 2010 году мы с нашей молодежью так же ездили в Казахстан, там надо было посетить тоже детские дома, сиротские. И ко мне подошла одна бабушка-старица, у нас есть молительная группа, они только из бабушек состоят. И она подошла и сказала, пока вы не вернетесь, я буду молиться о вас. Я хорошо знал эту бабушку, я знал, что она будет исполнять эти слова, и это ободряло нас. Вся наша поездка, она была действительно благословением, и я всегда понял, что о нас молится эта молительная группа из бабушек. Я думаю, на тот момент народ израильский, народ не понимал, что значит, когда такой великий пророк будет молиться о них. Знаете, вот если мы прочитаем Новый Завет уже, Евангелие от Луки, там интересные слова сказал сам Иисус Христос. Это 22 глава, 31 и 32 стих. И сказал Господь, Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Петр знал теперь всю жизнь, что о нем будет молиться сам Иисус Христос. Я думаю, как это двигало Петра, понимая, что о нем заботу проявляет сам Сын Божий. Знаете, вот если мы будем читать дальше этот стих, Самуил продолжал так. «А я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Знаете, друзья, братья и сестры, оно хорошо, когда мы молимся о ком-то, да, хорошо, когда мы молимся о наших, может быть, близких, родных, о детях, но вот имея своих детей пятерых, я понимаю, что молитва – это правильно, но этого порой недостаточно. Вот как Самуил сказал, «Я буду наставлять вас на путь добрый и праведный». Как важно для каждого из нас, молясь о ком-то, молясь, может быть, бабушке, дедушке о ваших внуках, когда мы, родители, молимся о наших детях, как правильно их наставлять, как правильно, знаете, вовремя подойти и указать ему, что есть грех, что есть не грех. Мы сегодня вместе с вами живем такое страшное время, когда в школах, в колледжах наших детей наставляет профессор или учителя. Если сегодня мы не будем молять о наших детей, наставлять их на путь добрый и истинный, то их будет наставлять в школу. Я помню, такой случай был также в Казахстане в детстве. В детстве у нас не было телевизора. Я помню, если где-то отец узнает, что мы посмотрели футбол, то это, наверное, будет просто ремень. А если какой-то фильм, то это серьезное наказание. Но я помню, как у нас в церкви один молодой человек поделился, что их семья купила телевизор. И он говорит, сначала мы его купили, чтобы погоду смотреть, потом смотрели новости, а потом, говорит, все подряд. Знаете, вот сегодня, братья и сестры, у наших детей, у подростков, у молодежи, я удивляюсь, даже у маленьких детей, в кармане этот телевизор. Этот телевизор намного страшнее от тех телевизоров, от которых пытались предохранить нас, наши родители. Я думаю, как важно, когда мы покупаем, я знаю, придет время, моим детям придется мне подарить, к сожалению. Может быть, я понимаю, что в такое время мы живем, это нужно будет им. Но как важно, чтобы мы могли вовремя направить на путь правильный, на путь истинный, чтобы этот айфон или этот телевизор, который у них в кармане, он не послужил к их не погибели. Конечно, сегодня без этого не обойтись. Я думаю, каждый из нас, мы взрослые, понимаем. И молодежь понимает, имея вот этот круг общения через свои веб-сайты, имея доступ прямой в любой момент, но они не понимают, насколько это опасно. Помню мой хороший очень друг, он там со мной живет в Массачуссии, он подарил своей дочке на 16-летие телефон. И он тоже, когда ей дарил, говорит, я с такой болью, переживанием сказал, дочь, вот это я тебе даю, дарю подарок, но я боюсь, что это может послужить гибели твоей души. Знаете, братья и сестры, если мы будем с таким пониманием, переживанием относиться, я думаю, Господь действительно будет слышать наши молитвы. Самуил дальше предостерегает народ израильский, и говоря, только обойтесь Господа, служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он делал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и Царь ваш погибнет. Братья и сестры, я знаю, у наших родителей, после того, как они вырастили нас, отпустились с нашего дома, у них переживания и заботы не окончились, потому что у нас теперь рождаются наши дети, это их внуки. Я думаю, их молитвы стали еще горячей, и их молитвы, они еще, знаете, сильнее вопьют Господу, чтобы Господь защитил наших теперь не только детей и внуков. Поэтому вот сегодня, сейчас у нас будет молитва. Каждый из нас можем обратиться к нашему Господу, проверить себя, насколько я серьезно отношусь к воспитанию, к молитве моей о детях, о внуках. Мы прочитали слова Самуила. Он ставил себе в грех, если он забудет молиться. Плюс ко всему, он сказал, что он будет наставлять на путь добрый, прямой. Конечно, наверное, для Самуила было бы легче находиться и просто где он жил, да, чисто молиться о них, не предлагая никакие старания, какое-то он делал, обходя весь израильский народ. Это сложно, вникать, может быть, в какую-то проблему, где-то кого-то обличать, останавливать. Порой нам тяжело это делать с нашими детьми. Какой-то внутренний страх, а вдруг не поймет, а вдруг я неправильно скажу, еще больше огорчу его, это будет только губить наших детей. Мы должны быть твердыми, мы должны иметь это чувство и вовремя обращаться, наставлять, научать наших детей. Пусть Господь поможет всем нам, в первую очередь мне, вам, бабушки, дедушки, чтобы вы горячо молились о ваших внуках, о ваших детях, понимая, что в ужасное, тяжелое время сегодня живет молодежь, имеет доступ, как я сказал, к этому маленькому телевизору, от которого охраняли нас наши дети. Помолимся об этом. Аминь.